Здравствуйте, меня зовут Илья, я массажист студии сети Михаила Гусь. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как почему нельзя мять, массажировать, разминать лимфатические узлы во время массажа. Да, много клиентов, когда приходят впервые на массаж, задают такой вопрос, либо же указывают, пожалуйста, мне вот здесь не трогайте, да, потому что это лимфатические узлы. Ну, в интернете очень много информации по этому поводу, хотелось бы немножечко расставить точки над «и». Так вот, почему же нельзя их трогать? Ну, во-первых, это иммунный орган, да, который выполняет массу функций в нашем организме. В первую очередь это барьерная функция, иммунная функция, защитная функция, целого рода такой фильтр, да, который... Барьерная функция, это что значит? Это если пошло воспаление, то оно людям не дает проникать в воспаление дальше, да? Да, да, все верно. То есть, ну, разные бывают заболевания, но практически во всех лимфатические узлы, они реагируют на инфекцию, на иммунные заболевания, на опухоли, да, они включаются в работу. И не дают пройти ей дальше? Да, все верно. Слово такой фильтр, который запускает каскад реакций, вот, и обеспечивает наш организм нормальным состоянием, вот. Что будет, если мы, там, начнем массировать лимфатические узлы? Потому что есть разные специалисты, по-разному, которые думают, некоторые говорят, что можно, некоторые говорят, что нельзя этого делать никак. Если мы будем их затрагивать, скажем, поглаживание делать какие-то, ничего не произойдет от этого. Но если же мы будем выполнять какие-то массивные движения целенаправленно, можно подумать, что это подкожно-жировая плечатка, особенно у девушек, когда мы выполняем антицеллюлитный массаж. Вот. И травмировать. Что будет? Будет воспаление, конечно же. Будет воспаление, отек. И нужно учитывать такой фактор, что клиенты приходят разные, бывают разные. И у них заболевания разные. Поэтому они имеют полное право не говорить о своих заболеваниях, в том числе и заболеваниях лимфатической системы. Но имеют, но это, блин, неправильно. Они имеют право не говорить. Не имеют право не говорить, но ты должен иметь в виду просто. Нужно иметь в виду, остерегаться, но все равно попросить. То есть ты человек, который работаешь со здоровьем телом человека. Будьте добры, пожалуйста. Расскажите мне о себе все. Я не причиню вам. Я, наоборот, хочу вам помочь. Поэтому, пожалуйста, дайте мне полную картину. Да, да, да. Все верно, конечно. Есть клиенты, которые не стесняются, этого не могут сказать. Но всегда нужно иметь в виду, что это может быть. Поэтому мы это должны понимать и где-то поставить себе галочку. И развиваться как диагност. Конечно, однозначно. Если мы не будем учитывать какие-то моменты, то мы можем навредить человеку. И дальше будет не совсем хорошо. И еще такой момент есть один по поводу антицеллюлитного массажа. Что главнее? Массажист, его приемы, какие приемы он выполняет, с какой интенсивностью он делает. Или это не важно. Вот. На самом деле, когда человек впервые приходит на антицеллюлитный массаж, он хочет получить какой-то результат. И всегда говорим о том, что это комплексная работа. Это работа и массажиста, и ваша работа тоже. Поэтому человек должен это понимать, что за три сеанса антицеллюлитного массажа никто не сделает из вас дюймовочку. Но в то же время работа массажиста, конечно, она ее не оценить. Потому что все-таки это руки. Это живая сила, которая чувствует каждую клеточку вашего тела. И понимает, что хорошо, что плохо. Работа массажистов тяжелая работа. Но я всегда говорю пацанам, а сравните нашу работу с работой шахтера. Мы в тепле с красивыми людьми. Да, это правда, конечно. Тяжелая работа, но если ты хочешь помогать людям, это не составит тебе труда. Не важно, ты устал, ты не устал. Ты получаешь позитивные эмоции от людей в конце курса. Ты видишь результат в течение курса. Ты ведешь человека, ты видишь его изменения. Человек тоже радуется. Поэтому все окей будет. Если ты работаешь от души по сердцу. Да, если тебе это нравится. Да. Но люди, конечно же, ты должен объяснить человеку. Но если мы говорим, да, немножечко специалистам расскажем, что нужно объяснять человеку, как ты будешь работать. Что вы будете работать. Что будет происходить с телом, да, после массажа. Потому что после антицветного массажа есть вполне закономерные реакции организма, которые так или иначе не возникнут. У кого-то больше, у кого-то меньше. Такие, как повышение температуры тела до 37. Это норма. Также и после хорошей работы в спортзале у человека выходит, ему жарко. Это 37 температур. Но он не чувствует, он хорошо потренировался, все окей. В общем, чем лучше мы наладим контакт с клиентом, чем больше мы ему расскажем, объясним, тем будет и результат у него больше. И он будет больше доволен, и он будет тебе больше благодарен. Потому что когда специалист, это ходячая энциклопедия на ногах, и человек от тебя узнает кучу массу нового. Он просто любит тебя не только за массаж, но и за профессионализм, за энциклопедию, за то, что ты еще симпатичный. Да, да. Самое главное, почему приходят к нам люди, потому что они получают бесплатную консультацию, да? Ты ему объясняешь, и он уже не боится делать массажики. Бывает так, что человек может быть чем-то недоволен какой-то работой, но всегда должны помнить о морали тоже, конечно же. Потому что нужно уметь найти подход к человеку, люди разные приходят. Кто-то хочет посильнее, кто-то скажет тебе, а вот здесь вот можно мне там наталью фактический узел, этого делать просто нельзя. Ну а самое главное, чтобы мы смогли переключить человека с его проблем и работы. Потому что недовольство приходит из его жизни, не из-за того, что ты что-то сделал не так. Ты отдаешься своей профессии на тысячу процентов, и когда ты не смог переключить человека с его проблем, с его работы, с того, что кто-то ему там 2 миллиона не перечислил, и понимаешь, да? Да, конечно. Тогда он будет недоволен, но когда ты, опа, я с вами, повел за собой. Ты должен почувствовать человека. Если и сделать это лучше в начале сеанса, сразу настроиться на этого человека, на его, так сказать, ауру, да? На его настроение. И не отпускать весь сеанс, чувствовать его. Тогда массаж будет максимально полезным и приятным. Вот девушка лежит, вам приятно? Угу. Ну, там дни все настроились. А там что-то души все делать. Да. Вот, это самое главное. Потому что все хорошо. А можно мы там с тобой разговаривали? Расскажи свою историю. Я думаю, она будет интересна нашим подписчикам. Про ту, как ты. Сторию, как я попался, да? Да, да, да. Ну, история, в принципе, наверное, как и у всех, нужно было искать работу и заниматься только любимым делом. Потому что самая, как говорят, да, приятная работа – это твое хобби. И самое высокооплачиваемое – это твое хобби. Ты никогда не будешь идти на работу, а ты идешь, да, заниматься своим любимым делом. Ну, по образованию я врач, педиатр, детский психиатр. Но параллельно еще занимался массажами 4 года. И в основном это были массажи лечебные. Но когда ты делаешь массу лечебных массажей, для тебя не составляет труда сделать я антицеллюлитный, потому что ты понимаешь всю проблему физиологии у человека, да, иннервацию, кровообращение – это все. Когда ты пересмотрел массу МРТ классично-крестового шейного отдела, то это все, конечно, такое. И как бы, ну, нужно было развиваться. Я никогда не думал, что у меня получится работать в сети Михаила Гусь. Три года я ездил на работу и смотрел их видео, обучался потихоньку. Наверное, я все видел, пересмотрел, сделал статистику. И так получилось, что пригодились навыки, да, работы в медицине и здесь тоже. Поэтому мечты сбываются. Мечты сбываются, да. Не бойтесь, мечты. Смотрел видео, никогда не думал, да, что меня тоже будут снимать на видео. Ну, это самое такое, это жизнь, да, и это очень. Интересно. Не бойтесь, идите к своей цели и становитесь лучшими из лучших. Это я вам, конечно. Рад с тобой познакомиться поближе. Спасибо за видео, спасибо за информацию. До свидания. Пока-пока.